Курортный сезон в разгаре. Самые нетерпеливые запорожцы уже успели побывать в отпуске. Кто-то только собирается. О некоторых аспектах отдыха в Запорожском регионе в этом году в следующем сюжете. В Запорожской области особым спросом пользуются несколько морских курортов. Это Бердянск, Приморск и Кирилловка. Последняя по-прежнему остается одним из самых дорогих курортов. Отдыхающих очень много. Цены? Ну, наверное, в два раза выше, чем в Запорожье. Мне понравилось. А цена жилья какова там? Ой, ну, я так думаю, от 80 и выше. У нас Кирилловка всегда была дорогая. Я бы не сказала, что она у нас была дешевая. Но на море отдыхать, не знаю, мне кажется, больше удовольствия нет. Причем цены на продукты питания растут пропорционально удаленности места отдыха от центра поселка. Чем дальше, тем дороже. Всего в Кирилловке более 400 баз отдыха, курортных комплексов и гостевых домов в частном секторе. Впрочем, жилье можно отыскать по любому карману. От 70 гривен в сутки за человека до нескольких тысяч гривен. Несмотря на то, что цены кусаются, отдыхающих много, рассказывают те, кто вернулся с этого курорта. Куда планируете поехать? Ну, пока еще не знаю, Приморск, наверное. Приморск? А почему Приморск? Ну, так лучше, так говорят, там хорошо. И цены там более приемлемые. Ну, в Бердянск можно, да, поехать. Хороший город, чистенький. В основном семейные пары приезжают туда отдыхать. Бердянск и Приморск, в отличие от Кирилловки, все же города, а не поселки. Потому здесь более развитая инфраструктура. К слову, Бердянск еще в 2005 году получил статус курорта государственного значения. Здесь цены на продукты питания, такие же, как в Запорожье, благодаря конкуренции и развитой сети супермаркетов, где расценки по Украине одинаковые. Впрочем, на удаленных участках косы также завышены в полтора-два раза. Отдых в Бердянске не такой шумный, как в Кирилловке. Здесь в разы меньше клубов и баров. На пляжах не услышишь громкую музыку. Действительно, больше семейный отдых. Порадует отдыхающих модниц местный привоз в центре города. Благодаря порту здесь есть интересная одежда и обувь по доступным ценам. А вот на пляже популярные перекусы, как всегда, втридорого. Горячую кукурузу предложат по 15 гривен за штуку. Пирожки – порядка 10 гривен за штуку. Пиво на розлив – от 12 до 20 гривен за бокал. И, конечно, азовская креветка. В зависимости от размера – от 20 гривен за стаканчик. Бычок сушеный – от 10 до 60 гривен за десяток. Впрочем, есть и дороже, в зависимости от жадности продавцов. Умелые же украинцы находят способы экономить. Стоит отметить, что россияне тоже были замечены на азовских курортах. Несмотря на ситуацию в стране, машины с российскими номерами в Бердянске и Кирилловке есть. А значит, война отдыху не помеха. Впрочем, некоторые и вовсе отдыхать на море в этом году не планируют. Планируете отдых? Отдых? Нет, в этом году не планируем отдых. А в связи с чем? В связи с экономикой нашей страны, наверное. Ну, а кто-то отдыхает, как говорится, не отходя от кассы в Запорожье. Набережная, я так думаю, очень красиво портится, речище. Там, если не ходить на каяках, очень классная природа. И нет такого мусора, как в центре города. Не приокупаетесь? Да. Каждому свое. Однако дефицита отдыхающих по результатам июля текущего года на морских курортах нашего края нет.